Во-первых, всех поздравляю с наступающим праздником, я имею в виду не завтрашний день, а 7 ноября, 99-й год, следующий, 100-й. Поэтому приглашаю всех на митинг, который состоится в 18.30 у Финляндского вокзала. И что интересно, затем приглашаются желающие проследовать в Чаплин-Холл, это такой театр-ресторан-бар, который примыкает к гостинице Ленинград на Пироговской набережной. Там группа «Третий фронт», которым руководит всем нам известный ректор Красного университета, товарищ Пронин, с группой товарищей дают концерт, который посвящен октябрю. Анонсы висят на сайтах, поэтому, наверное, это будет интересно, пообщаемся, согреться можно будет после покладной погоды. Это первое. Второе. 99-й годовщина октября это будет, и о том, как ее праздновать и вообще отмечать, думают коммунисты и наши товарищи во многих странах мира. И вот я только что был в Вьетнаме, в Канои, где проходила 18-я традиционная регулярная встреча коммунистических и рабочих партий. Значит, на этой встрече принимали участие 59 партий. Впервые встреча проходила на территории страны, где правящая партия коммунистическая. Вообще, Социалистическая Республика Вьетнам, по-моему, это единственная страна, которая имеет официально в своем названии слово социалистическое. А для меня это было еще более интересно, знаете, чем первый раз в жизни я был за рубежом в 89-м году, когда начали чуть-чуть из оборонных предприятий выпускать. И вот я тогда был секретарем парткома и поехал руководителем группы передовиков промышленного производства и строительства во Вьетнам. Первая страна, которая была, теперь я имел возможность посмотреть и в том числе оценить, куда пришел Вьетнам социалистический и куда откатились мы в составе Советского Союза. Ну, это я как-нибудь в следующий раз расскажу более подробно, наверное, да. Но я пока хочу сказать, что, значит, встреча прошла, она, как всегда, прошла по-разному. И были интересные моменты, и полезные. Полезно то, что можно там составить впечатление просто о том, кто что думает, кто на выходе исти находится, кто куда идет. Состав и ситуация в Международном Коммунистическом Движении довольно разношелся. Говорить сейчас о единстве не то, что трудно, не приходится. Вот я в своем выступлении такой пример, кстати, использовал. Я говорю, ну как говорить о единстве в Коммунистическом Движении, если вот с нами товарищи из Компартии Китая. 16 октября была встреча, саммит Брикс, где руководитель Китая, товарищ Си Цзиньпин, беседовал с Путиным. И в этой беседе поздравляете, уважаемый господин президент, я поздравляю вас. Ваша партия одержала замечательную победу на прошедших выборах. И это залог стабильного развития, значит, реформ и всей политической ситуации благополучия, так сказать, в России. Ну, выходит, что поздравляет, грубо говоря, с укреплением фундамента антикоммунизма, антисоветизма, могильщиков социализма и разрушителей Советских Социалистических Республик. О каком единстве дальше говорить? Или еще один момент. Принимался общий документ, он не столько содержательный, сколько привязан к датам. Что будут, вместе будем отмечать столетие Октябрьской революции, вместе будем отмечать там у Маркса есть годовщины определенные, что вместе будем оказывать поддержку в борьбе справедливых народов Палестины, Сирии, ну и так далее. И все-таки в преамбуле содержится какой-то идеологический заход. Вот нам сказано, что коммунистические партии должны бороться со всеми проявлениями буржуазной идеологии. И со всеми ее формами и течением. Ну, правильно сказано, вношу предложение. Давайте в этот момент еще добавим, что и в первую очередь с проявлениями оппортунизма в самом рабочем движении. Потому что не даром Владимир Ильич обращал особое внимание и говорил, что борьба с империализмом, если она не связана с непрерывной борьбой против оппортунизма, есть пустая лживая фраза. Так или нет? Виктор Ильич говорит, правильно вы сказали. Но это вопрос очень сложный. Если мы сейчас углубимся в изучение, что такое проявление оппортунизма, где и как, мы на нашей общей встрече не найдем общего языка и тут пойдем в тупик. Поэтому давайте пока обойдем это молчание. Но это я не к тому, чтобы бросить камень через адреса, чтобы понимали мы все вместе, что ситуация в международном коммунистическом движении, она ох какая непростая. В том числе не только по отношениям с братьями или товарищами по борьбе в каких-то партиях, но и с прямими партиями, которые встали на пути ревизионизма и чуть ли не откровенно об этом говорят. Ну, например, французы, которые отказались от серба и молота и считают, что это устаревшая сила. Встреча состоялась. Главным результатом является обмен мнениями и кто что сказал. Поэтому все это в этот раз собрано. Собрано заранее на английском языке, в том числе на русском. На сайте Солиднет уже многое вывешено. Часть материалов висит на сайте Российской коммунистической рабочей партии. Прошу смотреть. А вот как выход еще итоговый. Принято предложение КПРФ следующую встречу, посвященную столетию Октябрьской революции, проводить в России. Ориентировочно Ленинград и Москва два города. Ну, какой-то день там, какой-то здесь. И участвовали в праздновании. Это принято всеми, и нами в том числе. И мы будем участвовать как члены списка Солиднет в этих мероприятиях. Вместе с тем, значит, для тех партий, которые мы считаем стоят на ортодоксальных марксистских позициях революционного марксизма, РКРП и ее союзники, ориентировочно оргкомитет, так сказать, будет проводить дополнительную конференцию. Прежде всего, на базе тех партий, которые участвовали в подписании декларации Октябрь 80-го. Местом проведения Ленинград выбран. Значит, планируем мы эту инициативу предложить, поддержать журналу «Коммунистический обзор», международный журнал, нашим товарищам из Компартии Греции, которые являлись инициаторами вообще всех встреч Солиднет, а также тому сообществу, которое известно под названием «Коммунистическая инициатива». Поэтому вот это мероприятие нам предстоит организовывать в Ленинграде. Оно будет состоять из научно-теоретической части конференции, из каких-то дополнительных общеполитических мероприятий, имеется в виду демонстрации или митингт, наверное, культурная программа, часть. Наверное, мы пригласим к участию ведущих специалистов, в том числе фонда рабочей академии, наших ученых, которые в 1997 году вместе все в этом участвовали. Наверное, настала пора в ближайшее время напомнить декларацию «Октябрь-80» и его содержательную часть, чем мы, так сказать, займемся, к чему приглашаем всех и будем просить и помощи, в том числе фонда рабочей академии, у наших товарищей из Рабочей партии России. Ну, а пока еще раз с наступающим праздником приглашаем на митинг, который состоится с 7-го у Финляндского вокзала при любой погоде. А дальше на концертную программу там отметим и, так сказать, более свободное обстановление. Спасибо. Спасибо, Игорь Михайлович. Субтитры создавал DimaTorzok